Всем привет, с вами канал Будда Гришна. Прошел второй выпуск, значит, седьмого сезона. Почему-то восьмой сезон, везде пишут в интернете, но в программе передач написано седьмой сезон Голос Дети. Прошел второй выпуск от 20 февраля. Ну что я хочу сказать, друзья, все то же самое, в принципе. Лобода сидит вот так, то есть, видимо, что-то новое в этой области необходимо продемонстрировать исключительно на Голос Дети. Меня это возмутило настолько, не это меня возмутило, меня возмутило, что на Голосе Дети все это необходимо продемонстрировать. Но очевидно же, друзья, есть какие-то рамки приличия, и просто можно в рамках приличия понимать, в каких местах, в каком виде можно появляться, а где нельзя. Ну, где-то можно появиться с большим разрезом, очевидно, это может быть какой-то, не знаю, там, вечерний прием или еще что-то подобное. Ну, не детский проект же, понимаете? Я вот никак не могу этого понять. Значит, и поведение вообще Лободы меня лично вообще возмущает. Когда я увидел, как она встала и начала садиться на кнопки, друзья, то есть она села на кнопку сначала Басты, а кнопка такая большая, знаете, прям, ну, здоровая кнопка же, и она уселась на эту здоровую кнопку. Я, если честно, просто не знал, что будет там с этой кнопкой, да и с самой Лободой Басты. А потом она, как ни в чем не бывало, с кнопки Басты пересела на кнопку Егора Крида, и, в общем-то говоря, было, знаете, ощущение, что кнопки эти сейчас просто сломаются, и вся эта установка просто рухнет. То есть, вот это мне совершенно неясно и непонятно. Потом, вы знаете, меня удивляет, что Лобода, она постоянно комментирует, какой красивый ребенок. То есть впечатление, что она вот зациклена на красоте детей. То есть, если ребенок красивый, для нее все, для нее все остальное перестает существовать. Мне это тоже непонятно. Вообще, в принципе, все, что происходит, этого не должно быть, мне кажется, друзья. То есть, очевидно, что вот мое мнение после скандала с дочерью Алсу, голоса, дети, в принципе, его нужно было или переформатировать, или там на другом канале выпускать, но перестать это делать. Значит, россиян, конечно, возмутил этот выпуск, как и первый выпуск голоса. Кстати говоря, детишки это поют очень даже неплохо. Вот в этом сезоне дети поют хорошо, и конкурсантов очень интересно смотреть. Больше всего, что меня вот просто вымораживает абсолютно, это когда вот включается после исполнения конкурсанта, после исполнения песни ребенком, вот этот какой-то бой непонятный. Он, вы знаете, в первых сезонах его не было, в первом, втором, третьем. Когда начинают наставники прям уговаривать, иди ко мне в команду. Я просто не могу смотреть это, понимаете. Во-первых, я не понимаю, почему мы должны слушать. Ну, я не знаю, напишите в комментариях, может быть, вы на это не обратили внимания, или вас это не смущает. Я не понимаю, зачем слушать столько времени, вот это вот уговаривание, и вот эти перепалки между этими наставниками, по там 5-7 минут между исполнениями. Если можно там еще 3-4 ребят послушать, это было бы гораздо интереснее. Плюс ко всему, это, знаете, доходит уже до каких-то неких форм унижения. Иди ко мне в команду, нет, иди ко мне, нет, мы здесь сделаем здесь. Понятно, что это, видимо, какая-то концепция проекта, это, видимо, нужно так делать, но это будет отвратительно. Это выглядит просто ужасно. Есть жюри, люди в жюри должны сидеть, понимаете, которые уважают себя, специалисты, эксперты. Они не должны ни за кого бороться. Если это конкурс, вокальный конкурс, как заявляется главный вокальный конкурс, шоу, главное вокальное шоу страны, как многие сейчас говорят, которые не имеют к вокалу уже никакого отношения, в частности и Лоза уже, и Соседов, и Садальский, все уже, кто только можно, заявляют об этом. Дело в том, что конкурсанты должны выйти, если судьи повернулись, просто выбрать человека, пойти к нему и все. Вот это вообще нужно исключить, я считаю, это просто унижает жюри, понимаете, то есть впечатление, как будто там сидят, ну, там, в принципе, и так, но это ужасно просто, конечно. Значит, вот что написали наши с вами соотечественники. Ужас, что позволяют себе. Фанатов возмутило хамство наставников в новом выпуске «Голоса». Значит, Лобода, в частности, с Бастой устроили перепалку. Ставший наставником детского шоу «Голос» Баста нахамил Лободе, пишут в новом выпуске. В минувшую пятницу, на самом деле, показывали в субботу, 20-го числа, потому что шестидневная рабочая неделя, здесь не точно. 20-го февраля показывали. Борьба за каждого конкурсанта между наставниками разгорелась нешуточно. Еще раз скажу, им никакой сообщений не должно быть. Почему наставники должны бороться за конкурсантов? Значит, и в очередной раз Баста не смог промолчать, едко ответил артистке Лободе, пока та пыталась проникнуться очередным артистом. «Я очень хочу, чтобы ты был в моей команде, когда ты пел, у меня буквально выскакивало сердце. Настолько это было красиво», — заявил Лобода, обращаясь к певцу. Баста в ответ выпалил. «У тебя не может выскакивать сердце, у тебя его нет». Ну, там все это как шутка, но, друзья, ну, очевидно, такие вещи при детях разве можно говорить, но я считаю, что нет. Примечательно, что Лобода, которая отличается эмоциональностью, достаточно суровым нравом, отвечать претензий на претензию не стала. Суровым нравом, друзья. Лобода отличается эмоциональностью и достаточно суровым нравом. Кто она такая вообще? Я не могу понять. Это что это? Это Грацкий, что ли, сидит? Или это какой-то, не знаю, нетребка? Или это... Кто это вообще? Это все люди как люди, а я суперзвезда? Какой суровый нрав, я не понимаю, о чем речь идет? Чуть позже на Светлану ополчился Егор Крит. Молодому человеку не понравилось, когда Лобода прошлась по исполнению одной из девушек. Он говорит, если людям нравится песня, почему бы не выйти и не спеть ее? Чему вас Василиса научит этот человек? Как не уважать поклонников по Ирвалу? Ну, Лобода там рассказала, что какой-то исполнитель зарубежный, настолько песня стала ей популярной. Она постоянно рассказывает, на чьих концертах там она где бывала. И вот она была на его концерте. И статысячная аудитория скандировала «Выйди и спой», а он вот принципиально, раз всего в 11 лет поет эту песню, этот исполнитель какой-то иностранный. Если помните, напишите, о ком она говорила. И, мол, того, что люди, вот статысячная толпа скандировала, «Выйди и спой», он принципиально не вышел и не спел. Ей это очень близко. Друзья, ну я тоже не очень понял, в чем принципиальность-то? Если ты работаешь для людей, 100 тысяч человек просит тебя спеть эту песню, в чем такая принципиальность, уже я не понимаю. Это какие-то понты просто абсолютнейшие. И вот Крит, собственно говоря, заметил и сказал, как не уважать поклонников, вас научит Лобода. Друзья, налицо рассогласованность членов жюри, налицо некомпетентность, непрофессионализм, абсолютное неприятие этих членов жюри обществом. И абсолютное наплевательское отношение на мнение людей со стороны Первого канала. Ведь этот голос, он уходит на государственном телеканале, который делает контент за деньги налогоплательщиков, то есть вас, нас, понимаете. И плевать хотели абсолютно. Вот эти люди будут сидеть и смотреть. Не нравится? Смотрите снова. Друзья, ну поэтому никто и не смотрит практически уже. В сети за Лободу поспешили некоторые даже вступиться. Первый канал – это что за поведение наставников. Весь выпуск дети пытаются что-то сказать. А звездам, в кавычках, пофигу. Они меряются одним местом. Мне стыдно за поведение Лободы и Баста. У них был конкурс. Кто кого больше унизит между собой и пофиг на детей на сцене стоящих. Общение наставников – испанский стыд. Ужас, что позволяют себе наставники. Это вообще-то дети, пишут люди. То есть, друзья, вдумайтесь. Люди, которые смотрят, более интеллигентные, более культурно развитые, коли видят, что это неправильно то, что происходит, нежели чем те люди, которые сидят в жюри. Можно было с улицы взять людей троих. Они бы более вели себя интеллигентно и корректно, понимая, что здесь дети. И оделись бы более прилично, нежели чем деятели культуры, если можно так сказать. Друзья, я скажу еще раз. Меня все это просто повергает в шок в полнейшем. То, что происходит на голосе. За исключением детишек. Поют хорошо. Ну и Нагиев, дав интервью и сказав, очевидно, и про Крида, что он не сделал ничего в жизни, чтобы сидеть здесь. Про Лободу и так далее. Пожилая Лобода оторвала зад, сплясала на костылях. Очевидно, ему это все надоело просто уже. Друзья, мне кажется, это закат голоса. И по идее, конечно, я думаю, что первый канал должен как-то отреагировать на то, что говорит общественность. Но традиционно, если его наградили, то, извините за решение, нахрена ему на что-то реагировать. Не за реакцию на людей награждали его, правда? Друзья, пишите ваши комментарии, ваши впечатления, кто смотрел второй выпуск «Голоса Дети». С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором мы с вами находимся. На телеграм-канал, ссылочка в описании в закрепленном комментарии. Твиттер Будда Гришна, инстаграм Будда Гришна, нижней подчеркивая единичка. И Клабхаус Будда Гришна, кто есть, присоединяйтесь, будем болтать. Всем пока, до встречи.